Нельзя говорить о возрождении российского футбола, потому что возрождение это и есть процесс длинный и длительный. А если мы говорим о каком-то всплеске, мы можем говорить о реальном достижении, что мы наконец-то после многих лет прорвались в последнюю финальную пульку, и еще неизвестно, мы там повоюем, помашем кулаками, хотя откровенных лидеров, которые могли бы за собой потащить команду, у нас нет. Мы это очевидно с вами замечаем, но может быть кроме некого широкого, и то он искусственно, на мой взгляд, сегодня культивируется как лидер команды российской. А что касается какой-то мощной яркой звезды или какой-то группы игроков, которые готовы за собой потащить всю команду, я, честно говоря, не вижу, хотя я безумно влюблен в российский футбол. И основная проблема этого футбола, это, конечно, отсутствие собственной школы, отсутствие института для выращивания нормальных игроков, как это было в Советском Союзе, пусть и, может быть, не на самом совершенном уровне. У нас были свои достижения, а сегодня у нас иностранцы, сегодня у нас вся футбольная система, это система денежных взаимоотношений, это система очень больших, коротких и быстрых, крупных денег, которые зарабатываются, и ничего общего со спортом это не имеет. Это профессиональная игра, как многие другие виды спорта, как теннис, как многое другое, которые приносят деньги и удовольствие зрителям, но ничего не имеют общего с какой-то планомерной развивающей системой в обществе, спортивной системой в обществе.